Ну вот здесь мы и сделаем такой небольшой вывод, что нужно, на самом-то деле, нужна обратная связь. То есть на каждом шаге нужно знать реальное положение дел. Мы хотим как-то менять ситуацию, да, к лучшему, но мало знать, чего мы хотим. Надо еще знать, какова ситуация сейчас. То есть вот, допустим, я сейчас хочу к концу лета подтягиваться, ну раз уж пошла речь о зарядке, да, мы начинаем путь в небо с зарядки. Я хочу, допустим, к концу лета подтягиваться 20 раз, да. И вот управляющее воздействие в данном случае это ходить, допустим, каждый день и подтягиваться. Вот, но мне нужно знать, сколько я сейчас подтягиваюсь, потому что если, допустим, я уже подтягиваюсь 20 раз, то можно просто ничего не делать. Это будет одно управление. Если я, допустим, подтягиваюсь 3 раза, то это совсем другое дело, по-другому надо управлять будет собой. Вот поэтому нужно вначале подтянуться на максимум и посмотреть, сколько же ты сейчас подтягиваешься, чтобы знать, где ты находишься. Конечно, очень обидно узнать, что ты, например, вот как сегодня мне было очень обидно, что я потянулся 12 раз, и то не очень чисто, так, не очень быстро, не очень чисто, вот. Но зато, по крайней мере, я знаю, где я сейчас нахожусь и куда мне двигаться, как мне двигаться, что мне нужно, насколько далек я от своей цели. Если бы я этого не сделал, я бы этого не знал, мне было бы гораздо сложнее достичь моей цели. Может быть, может быть и невозможно, допустим, если бы я подумал о себе, что я такой сильный, зачем мне вообще заниматься, да, если бы я начал себе листить, да, и говорить, что «О, я такой сильный, зачем мне заниматься, я не буду, да». Точно так же, в общем-то, и при управлении, и при обучении. Очень важно знать реальное положение дел. То есть, если, допустим, ученики ничего не знают, то лучше это выяснить с самого начала. И чего конкретно они не знают, и чего они не умеют. То есть, если они уже почти все знают, ну, надо им помочь, просто чуть-чуть еще подучить. А если они совсем простых вещей не знают и не умеют, то надо, скрипя сердцем, да, спуститься вниз, да, с высоких заоблачных предметов и начать заниматься чем-то попроще, чем-то, может быть, очень простым. То есть, многих людей, готовящихся к ЕГЭ, да, приходится из 11 класса отправлять, там, в класс 5, да, дроби разучивать. Ничего в этом страшного нет, важно просто узнать точно, где они находятся сейчас. И тогда мы можем уже двигаться куда-то. А если мы будем считать, что они все знают, то мы им не сможем помочь.